С вами «Голос Новороссии» и программа «На самом деле». Мы говорим о том, что происходит на территории Новороссии. Ну а пока вот Донецкую и Луганскую республики будем обсуждать. И сначала заглянем в Донецкую Народную Республику, но на территорию, которая временно пока оккупирована нашими славными украинскими файными хлопцями. Итак, мы в городе Мариуполе. Наша гостья Ольга из этого замечательного города. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Оль, скажите, пожалуйста, что там сейчас происходит? Потому что информация из Мариуполя приходит отрывочная, противоречивая. То там что-то такое, то что-то другое. Кто-то кого-то взорвал, убил. Потом говорят, да нет, у нас все тихо, хорошо. Потом объясняют, что вроде чиновники бегут из города, и Приватбанк вывел свои активы и подразделения. Вот расскажите, что на самом деле в Мариуполе сейчас? Продолжение следует... По поводу приватбанков, да, слух идет, что Коломойский выводит свои активы, но пока еще отделения работают. По поводу убийств, по поводу пропаж людей, это все правда. Все это очень тщательно скрывается. Никому ничего не рассказывается. Милиция работает очень плотно с карательными батальонами Азовы, Днепр, Шахтер и Святая Мария. Страшное, конечно, название, если честно, для людей, которые убивают своих собратьев. Очень глупо, даже если так сказать. Даже вот, в принципе, на днях был случай, буквально недалеко от моего места жительства, на остановке, среди бела дня, в присутствии 15 человек, подъехала машина с нацистами, выбрали двух девочек, которые помоложе, просто бросили в машину и увезли в неизвестном направлении. О девочках уже ни слуху, ни духу 4 дня. Можно только догадываться, что с ними произошло, и вернуться ли они вообще живыми домой, в каком состоянии. Очень часто поступает информация из городских больниц о том, что на лечение привозят девочек, в основном молоденьких, 14-16 лет, которые были подвержены зверскому изнасилованию, очень зверскому. Я не буду просто описывать физическое состояние, о психологическом говорить тоже как бы смысла нет, но девочки ужасные. Девочки просто ужасные. Там разорвано все, что может быть, я не знаю, сплошное месиво. Страшно говорить об этом. Оля, я вам сейчас скажу одну вещь. Вот мы сейчас с вами, когда зальем это видео, и оно пойдет в интернет, тысячи украинских сведомых товарищей со всей страны начнут истерить по поводу опять какая-то тетка что-то врет по телефону, где факты, где подтверждения, где выписки из медицинских книжек. Вот что им посоветовать этим людям? Приехать в Мариуполь, сходить в эту больницу по какому-то конкретному адресу и проверить, что действительно есть эти девочки там или нет. Может быть, отправить туда 112 канал, 1 плюс 1, ICTV. Кого еще можно отправить туда, самых патриотичных наших? Пусть посмотрят, пусть возьмут интервью у родителей этих девочек, у врачей, которые лечат этих маленьких несчастных соотечественниц. Пусть смотрят, но только лишь вопрос в том, готовы ли наши врачи сейчас при данной ситуации оккупированной рассказать правду. Вы знаете прекрасно, что те, кто не согласен с режимом, они просто уничтожаются. Участились в случае людей, причем среди билла дня, в принципе. Нацисты не стесняются, останавливают машины с автоматами, автобусы, маршрутки. Кто не понравился, кто хотя бы в чем-то маломальски заподозрил в сотрудничестве с ДНР и с войсками Новороссии, всех просто-напросто забирают и увозят. Это в районе аэропорта Володарской трассы, где есть склады с большими подвалами. Есть рассказ человека, с которым я лично знакома, и не один он такой, где их держали. То, что там творилось с девочками. Девочки тоже все молодые. Они не берут женщин уже за 30. Их больше привлекает, как говорится, молодое мясо, как они называют. Есть рассказ проститутки, действительно проститутки, которая уже ныне покойная. Которую просто, как бы, женщина, как говорится, страссы легкого поведения. Но я не осуждаю у каждого своя жизнь. Но она неделю пробыла у них. За неделю через нее прошло 100 человек. 100 человек, которые зверствовали так, что она домой просто приползла. Она была полностью избитая. Избита до такого состояния, что она ползла домой на четвереньках. Через три дня она умерла от разрыва внутренних органов, кровотечений внутренних. Но факт в том, что она больна с ФИДом. Была, как бы. И на вопрос, когда они ее взяли просто на остановке, сняли, как говорится. Когда она попросила, что, ребят, давайте хотя бы с презервативами. Как бы, я все понимаю. Хотите, я не отказываюсь. Ей сказали, а что ты, донбасская быдла. Не хочешь родить от нормальных пацанов? И все. Люди, мужчины, которые были в плену. Благодаря только тому, что у них хотя бы какие-то сбережения финансовые были. Они вышли оттуда. Многие лежали по месяцу в больнице. С отбитыми почками. После пыток. Женщин не выпускают. Моя знакомая до сих пор находится в розыске. Уже 4 месяца. Ее просто нет. И я, конечно, тешу себя надеждой, что она жива, может быть. Но, как сами понимаете, маловероятно. А эти товарищи, которые не верят, пусть приедут и посмотрят, что делают их сынки. Их мужья, которые забирают вещи, воруют, бородерствуют, избивают, издеваются. Ходят с автоматами по магазинам. В школах. Та же самая 62-я школа в городе Мариуполь. Спортивная. Где они устроили себе расположение. Посреди центра левого берега. Блок пост. Улица Таганрогская. Жилой частный сектор. Блок пост. Восточный микрорайон. Бедный, печальный, но страдавшийся. Огромнейший блок пост. И так по всему городу. По всему. Им плевать на то, что люди протестуют против этих установок блок постов в жилых частных секторах. Им все равно. Им плевать. Вони захищают. Как сказали моей сестре, мы вас, москалит, все одно всех повыдьемо. Вы не люди. Вы быдло. Понятно. Мариуполь будет или украинский, или безлюдный. Это знакомо, это привычно. Как считаете, армию Новороссии скоро ждать в Мариуполе? Вот ваше настроение и чувства. Знаете, по этому вопросу можно рассуждать очень много. Но скажу одно. Мы верим. Мы ждем. И мы поддержим. Не только мужчины, но и женщины. И подростки, и молодежь, и старики. Очень многие ждут, верят и надеются. Освободители. Действительно освободители от гнета этой фашистской хунты. Это беспредел. Терпеть просто уже сил нет. Цены завышены настолько, что реально пенсионеры, которые уже в принципе пенсию не получают практически, не могут купить себе буханку хлеба. Дети маленькие, грудные, которые родители не могут даже взять. Я не говорю о памперсах, которые стоят сотни гривен. О молоке, обычном детском питании. У нас проезд маршрутки 4 гривны. Хлеб 6 гривен. Сахар 11 гривен. О чем говорить? О чем? Они воюют против России. Какой России? Я уроженка Новоазовского района. В Мариуполе живу уже 7 лет. Но я бываю у себя на родине. Да о какой России может идти речь? Господи, просто честно, я порой иногда слушаю этот бред, который они говорят. У меня одно желание вручить им пистолет каждому и сказать, застрелись, скотина. Просто застрелись. Страшно. Оль, спасибо вам за то, что осмелились выйти в эфир и рассказать из оккупированного Мариуполя о том, что же на самом деле происходит, творится в городе. Желаю вам терпения, веры в то, что очень скоро мы освободим город и люди заживут как люди и к ним не будут относиться как к скоту, не будут гравить и насиловать. Спасибо вам еще раз огромное. Всего доброго, удачи, привет землякам. Дорогие друзья, это была Ольга из Мариуполя. Вы все с вами слышали. А я действительно предлагаю украинским журналистам поднялись, одели курточки, сели у машины, взяли камеры и поехали в Мариуполь. Если вам не слабо, снимите и покажите на всю Украину, как ведут себя вызвальники, для которых сейчас вся страна собирает деньги на армию. Вы собираете сейчас, господа украинцы, деньги для убийц, для того, чтобы им комфортно и тепло было воевать и убивать своих соотечественников, грабить и насиловать, быть скотами. Так вот не будьте скотами, хотя бы вы. Покажите средний палец украинской армии, скажите, что мы насильникам и убийцам не помогаем, если вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете. Продолжение следует...